Ребята, всем привет! И перед началом этого видео я хотела бы вам напомнить, чтобы вы подписывались на мои другие соцсети, потому что я не знаю, когда выйдет это видео, я надеюсь, что сегодня, и я надеюсь, что YouTube будет всё ещё работать в России, но в очень-очень скором времени его, скорее всего, уже в России заблокируют, поэтому я вам рекомендую подписаться на мои другие соцсети, чтобы мы с вами не потерялись, чтобы вы имели возможность продолжать смотреть мои видео, где бы это ни было, на какой площадке бы это ни было, если на YouTube не получится. То будем уже с вами тогда думать дальше, куда лучше мне ещё дублировать их, потому что, так как у меня его не заблокируют, YouTube не заблокируют, потому что я живу не в России, я всё равно их буду выкладывать на канал, продолжать, но если, допустим, у вас не будет получаться их смотреть, не будет работать VPN, либо ещё что-то, будут какие-то проблемы, тогда уже вы можете посмотреть их на других площадках, и в своих других соцсетях я буду оповещать вас, где вы можете посмотреть это видео, кидать ссылки и так далее. А возможно даже, кстати, вот там одна из соцсетей, вот это моя группа ВКонтакте, мне пришлось её создать тоже, и туда я уже начинаю писать разные посты, которых и в Инстаграме даже нет, некоторых постов пишу прям отдельно для этой группы, будет такой как мой дневник, что ли. Вот, поэтому подписывайтесь, в любом случае будет интересно, и также в случае блокировки YouTube я буду туда, скорее всего, загружать видео тогда вместо YouTube, точнее, вместе с YouTube буду туда также загружать видео. Ну и давайте начинать. Около года назад у меня выходило видео про тренды в Корее весной и летом 2021 году. Потом, кажется, осенью я ещё писала пост в Инстаграме с трендами на осень, но видео на эту тему тогда не снимала почему-то, не знаю почему, нужно было. И сейчас, на днях, я снова написала ещё один пост, опять с соседними трендами, только уже в этом году. И поэтому сегодня я хочу поделиться с вами корейскими трендами этой весны. Я искала себе одежду в разных корейских онлайн-магазинах, и в этом видео я собрала для вас те пункты, которые я для себя выделила, когда искала эту одежду. Самые такие популярные категории, которые больше всего продают и больше всего покупают люди сейчас этой весной. И первое — это кофты на замке. Причём это такие вязаные кофты, вот они все примерно одинаково вообще выглядят, у них просто разные цвета. Замок. Замок идёт либо по всей кофте, либо вот только где-то досюда, наверное, до груди, вот так вот сверху просто немножечко расстёгивается. Но в основном это вот просто кофта полностью на замке. Я буду кратко проходиться по каждому пункту, потому что я не знаю, как их описывать, можно более подробно. И чтобы было нагляднее, я просто буду прикреплять сюда фотографии, вы сможете сами посмотреть, что я имею в виду. Следующее — это блузы с такими большими воротниками, треугольными чаще всего, ну и не только, бывают они только треугольные. Этот тренд, кажется, я не помню, был ли он прошлой весной, но вот осенью, кажется, я про него писала. Мне кажется, был этот тренд уже тоже осенью, он тоже уже давно. Знаете, тут в Корее тренды как-то меняются так довольно-таки медленно, и вот если какой-то тренд появляется, то он надолго, он здесь надолго. Помимо блуз с большим воротником, еще популярны блузы с такими, знаете, рукавами-фонариками. Бывает это все вместе тоже, тут на какой-то фотографии тоже вы можете это увидеть, то, что и большой воротник, и рукав-фонарик. Мне тренд этот очень нравится, мне кажется, так довольно-таки женственно так выглядит, и носит такие блузы с джинсами, с брюками классическими, оверсайз, с юбками, и вообще, в общем, совсем абсолютно носит такие блузы. Следующий тренд, и довольно необычный для меня, мне это напомнило почему-то сразу мои такие детские годы. Это тренд с раздельными рукавами, это разные футболки такие с раздельными рукавами, я даже не знаю, как это назвать, футболки или нет, это вроде как кофта, потому что рукав-то длинный, но просто он как бы отдельно идет от нее. В итоге выглядит как будто просто футболка с рукавами. Кстати, я не добавляла фотографии и отдельно про это написала, ни в инстаграме, нигде, но здесь я вам дополню еще просто не только с раздельными рукавами, но и просто, допустим, с открытыми плечами. Вот тоже часто вижу, либо когда два плеча открыты, знаете, вот так вот, не знаю, как бы обрезаны вот так вот плечи, либо когда тут полностью рукав идет, а вот с этой стороны тоже вырезано такое плечо, вот можно видеть плечо. И знаете, что я заметила? Я про это тоже нигде не писала, вот вам сейчас как бы эксклюзивная такая информация будет, нигде я не в инстаграме, нигде я про это не рассказывала. Я заметила тоже, здесь еще в Корее, довольно-таки много, кстати, покупают, набирают популярность такие майки с длинным рукавом, и в этих рукавах есть тоже отверстие для большого пальца. Вот как-то вот, ну, вы поняли, да, как это выглядит? Я постараюсь найти фотографию, вставить вам сюда фотографию. Я, кстати, не знаю, можно ли называть это трендом, потому что я не видела, чтобы прям много кто такое пока что покупал, но я вижу, что появляется, появляется такое, и мне кажется, это будет набирать популярность тоже здесь в Корее. Следующий тренд это классика. Она от нас тоже не уходит уже очень давно, и я думаю, еще долго не уйдет. Это классика, различные рубашки с брюками. Чаще всего, в основном, особенно в последнее время, я вижу именно оверсайз брюки, то есть там пару лет назад, например, были популярны просто классические брюки, причем укороченные даже. Много как увидела сейчас, это именно оверсайз брюки и очень-очень длинные оверсайз брюки. Вот их как раз тоже носят и с такими вот блузами, про которые я говорила в начале, и просто с разными рубашками. Если говорить про джинсы, я где-то недавно у кого-то тоже видела, что я как бы сейчас снова входит в моду скини джинсы, но когда я анализировала вот эти вот магазины, онлайн-магазины, я видела, что да, есть кое-где появляются тоже опять скини джинсы, но их не так активно покупают, и мне кажется, кореянки не уйдут от вот этих вот оверсайз брюк, потому что они как-то и комфортнее, и... Ну, не знаю, почему-то я уверена, что вот этот вот тренд с оверсайз брюками здесь и джинсами тоже, в том числе, прижился здесь прям очень надолго, и мне самой-то больше даже нравилось сейчас, чем скини джинсы. Теперь поговорим про юбки. Юбки, если раньше были юбки в моде трапеции, разные прямые юбки, это если говорить сейчас про такие, ну, про мини-юбки, то сейчас в моде вот такие юбки. Я не знаю, как это правильно называется, юбка-клёш или как, ну, в общем, такие разного покроя, главное, чтобы они были не просто прямые, не трапеция, а вот именно такие вот, как бы разлетающиеся юбки. И если говорить про длинные юбки, здесь в моде тоже длинные юбки, кореянки их очень любят, летом тоже часто надевают разные такие прям очень-очень-очень тонкие такие юбки, с разными-то мелкими, кстати, разными такими рисунками, узорами. Здесь я на какой-то фотографии, по-моему, вставила такую юбку, а так в основном вот это просто-просто длинные разные юбки, однотонные. Вы тоже можете посмотреть на фотографиях, какие пользуются юбки здесь популярностью. И последнее на сегодня, про что я скажу, тоже не помню, был ли такой тренд весной, прошлой, когда я снимала такое видео, но осенью, когда я писала такой пост, по-моему, был. Мне кажется, весной тоже был. Это, в общем, длинные сапоги, их носят и летом, и вообще всегда, мне кажется, просто круглый год. Я удивлялась очень летом, когда очень было, безумно просто было жарко, и я видела кореянок, которые ходят в таких длинных, просто длиннющих сапогах. Там под юбки, допустим, их надевают, под платья. Но мне очень нравится, как это тоже смотрится. Такие сапоги надевают, ну, в принципе, под все, под юбки, под платья, под, ну, под джинсы, это если скини джинсы. Да, смотрится прикольно, под шорт еще надевают. Вот летом, кстати, тоже очень круто выглядит, мне нравятся под шорты, как мне надевают такие длинные сапоги. И на этом все, вот такое вот, наверное, небольшое видео у нас получилось, но я надеюсь, вам было это очень полезно, вы выбрали что-то для себя, такое новое, возможно. Напишите, кстати, в комментариях, какой из трендов вам нравится больше всего, и что бы вы хотели купить себе, возможно, что вы, возможно, пока смотрели это видео, присмотрели для себя. Спасибо, что посмотрели мое видео, ставьте лайк, если оно вам понравилось и было полезно. Также хочу напомнить вам, не забывайте подписываться на мои другие соцсети, ссылки будут в описании на все соцсети, в которых есть, помимо ютуба. До встречи в следующем видео, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok